Ну и моя тема «Бог противник гордых». Как-то на работе нечего было делать, и я взял, прочитал биографию Льва Николаевича Толстого. Литреси нашёл, и мне из всей биографии запомнилась его одна фраза. «Проклятая гордость! Какой был бы я славный человек, если бы не она?» Вы знаете, наверное, каждый из нас может подтвердить, точно так оно и есть. Хотя, может, у кого-то какие-то другие слабости, кто-то говорит «лень, мой бич», кто-то говорит «какие-то другие грехи». Но на самом деле, так или иначе, мы все от неё страдаем. Если, друзья, взять все грехи, любой вы возьмёте, начнёте анализировать, я просто этим занимался, вы в любом грехе найдёте элемент гордости. Всегда есть неубитое греховное «я». И причём про неё нельзя сказать, как говорят «я впал во что-то впадает», в пьянство, в блуд, впал в гордость. Вы слышали? Нет такое? Служители, а приходили к вам? «Я впал в гордость». Такого нет. Почему? Потому что в неё не впадают. Это вирус, который поразил нас изнутри и сегодня причиняет нам кучу вреда, и нам постоянно надо её обнаруживать, и постоянно нужны те, которые нам помогают её искоренять. Кстати, в семейной жизни, по-моему, спутница для этого и дана, мне кажется. Есть песня такая, я у нас её не слышал, наверное, из какого-то другого братства. «Руки жены, как спасающий круг, море житейских волнений». Денис Викторович как-то предлагал её братьям испеть. И там есть такие слова. «Ты моей гордости нежный хирург». Я своей говорю, слушай, ты хирург, но не нежный. Как-то всегда жёстко так вот. Ты меня со своей гордостью, говорит, достал. А я сам устаю. Вы что думаете, не устаю? И жена устает, и дети от меня устают. Но так или иначе, братья и сёстры, если вы заглянете, разрушаются семьи из-за гордости. Рушатся церкви, войны происходят. Тогда, когда был позапрошлом году в Москве, на Бутовском полигоне, и там качался мальчик на качельке рядом. Там храм построили, мне нужно было с женой дождаться одного брата. И мы сидели там в этом парке. И вот пришла одна мама со своим ребёнком и качает его на качельке. И вот приходит вторая мама со своим ребёнком. И вдруг второй ребёнок почему-то решил, что качеля принадлежит ему. Ну, картина, в принципе, достаточно известная нам из детства и вообще. Они начали объяснять мамы друг другу. Одному говорить, что нет, это не твоя ребёнок, говорит, нет, это моя. Вторая говорит, ну, может, ты уступишь. Ну, и так или иначе, конфликт как-то разрешился. А я сижу, времени было много, сижу и думаю. Вот интересно, вырастает человек, а проблемы остаются те же самые. В песочнице идёт диалог, чей домик лучше, чей папа лучше, где он работает. И если аргументы заканчиваются, переходили всегда, я помню, в рукопашную. Хорошо, если, друзья, приходит в возраст, человек понимает, что так проблемы не решаются. Человек приходит в церковь, а в церкви Христос сказал, кто хочет за Мною идти, тот отвергни себя, возьми крест и следуй за Мною. Сюда, друзья, приходят, чтобы научиться для себя умирать. Но люди просто иногда песочницу поменяли. Просто они пришли сюда и пришли дальше себя утверждать. Я прочитаю, друзья, я влюбился год назад в послание Иакова. Кто был в молодёжном лагере, об этом знает в зимнем. Четвёртую главу мы с вами не разбирали. Сегодня прочитаем первые десять стихов. Десять стихов прочитаем, набираемся терпения. И выведем определённые принципы, как бороться с гордостью, как её победить. Практически советы даёт Иаков, мы на них посмотрим. «Откуда у вас вражды распри, не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Перепираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, да ревности любит дух, живущий в нас, но тем больше даёт благодать? Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. «Приблизьтесь к Богу, приблизиться к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость печаль. Смиритесь пред Господом и вознесёт вас». Друзья, ну, к сожалению, сейчас проекторы появились, к сожалению, вот реально к сожалению, люди перестали Библию носить на собрание, но мне бы хотелось, чтобы вы видели всю картину. Первый стих говорит о проблеме, которая родилась в церкви. Это проблема вражды и распы. В оригинальном греческом тексте «вражда полемос», то есть полемики, причём во множественном числе. Это были вспышки гнева, взаимные оскорбления, унижения, потому что следующий одиннадцатый стих «не злословьте друг друга, братья». Из контекста мы можем понять, с какой проблемой боролся Яков. До этого, в предыдущих главах он пишет, что у них было желание учить. Не многие, братья, делайтесь учителями. У них было желание быть в руководстве церкви. Если кто из вас мудрый и разумный, эти два слова тоже всегда употреблялись по отношению к руководителям, к наставникам. Яков говорит, что надо делать. И вот, скорее всего, на этом фоне были какие-то склоки и разногласия. Это особенно важно знать тем, которые считают, в деянии апостолов описывается идеальная церковь. Послание Якова — это первое послание, которое было написано, и церковь идеальной не была никогда. Там было много проблем. В данном случае греховная я и песочница, друзья, проявилась в церкви в отношении братьев, которые не могли поделить портфель. К сожалению, так бывает. Я сейчас не буду, друзья, эту тему раскрывать. Яков просто обозначил. Друзья, это одна из проблем, ещё раз, проявления гордости. Но дальше он говорит, он спрашивает, вопрос задаёт, вы знаете, откуда у вас вот это? И потом говорит, вот отсюда, от вожделений ваших. От сильных, неудовлетворённых желаний, неудовлетворённое я, встретились два я хочу. Один я хочу, второе я хочу. И вот так, друзья, церкви рушатся, и семьи распадаются. И в молодёжи конфликты, и между братьями конфликты. Все по этой причине. Сильно хочу, больше, чем надо хочу. Друзья, и причём, смотрите, он отмечает, что это хочу было такое, что некоторые даже не просили. Они в церкви просто привыкли сами добиваться своего. Зачем я буду просить? По головам. Прошёлся, заполучил своё и всё. А другие просят, но не получают. Он говорит, потому что Бог-то знает. Вы, говорит, просите не на добро, вроде дело-то хорошее. Учить хотите, руководителями церкви стоять. Но просите, чтобы употребить. Слово интересное. Сейчас буду гречески мучить. Это слово, которое употребляется в притче о блудном сыне. Расточил имение своё, живя распутно. Можно было перевести. Просите, чтобы расточить для ваших вожделений. Вы вроде хорошее просите, но Бог-то знает. Вы просто его слугой хотите сделать, чтобы он вам дал. А вы это расточили для удовлетворения своих греховных амбиций. И он говорит, такого не будет. А вторая, друзья, вторая причина, почему конфликты были в церкви, он говорит, что есть. Это первые пять стихов о вожделениях говорит. А следующий он говорит о духовной неверности. «Прелюбодей и прелюбодейцы» — это тоже была фраза, достаточно известная евреям. Книга Осии, другие книги. Иеремия там описывает Израиль как жену прелюбодейца, которая вроде бы служит Богу, но в то же время ходит к идолам. Христос ее употреблял, рот, рул кавы и какой? Прелюбодейный. И он говорит, вы вроде в церкви, но ваши похоти там окопались. И вы вроде служите Богу, но на самом деле дружите с миром. И, друзья, вот в моем сознании всегда, ну в юности нас так как бы проповедовали, а спит дружба с миром. Там были там прически, косметика, юбки, штаны, джинсы. В контексте, друзья, Иаков говорит о том неумершленном «я». Мир — это система ценностей, система утверждения себя. Когда я буду делать все, но чтобы после собрания нарваться на похвалу, петь хорошо, стих выучу, но чтобы подожди, потом сказали «молодец!» Я буду трудиться до изнеможения, но только чтобы удовлетворить свое «я». Когда, друзья, мир — это тогда, когда хочется все, чтобы было по-моему, я не готов гнуть свою шею. Друзья, и вот теперь мы подобрались к нашей теме. Иаков предупреждает. Вы что, думаете, напрасно? Писание говорит, что Бог любит нас до ревности. Мне недавно приснился сон. Сегодня про сны уже рассказывали. Я вообще в сны не верю. Вот просто просыпаюсь и забываю. Вот как только стараюсь быстрее забыть, чтобы мне не приснилось. Я считаю, единственное откровение, которое у нас есть, — это Божье Слово Библии. Все, больше нет. Может, где-то в Африке, где Библии нет, Бог еще как-то разговаривает. С нами только через Священное Писание. Ну вот, однажды мне снится сон. Ужасы сразу скажу. Моя жена выходит замуж. А я в числе приглашенных. Сижу, смотрю на все это. Благо я не запомнил лицо этого человека. Я просыпаюсь в ужасе в 3 часа ночи, весь мокрый. Чувство, вот я до сих пор его помню, но иногда возникает, его не передать. Порвать готов вот этого жениха просто в клочья. Жена, я не пойму, как такое могло получиться, что ты полюбила кого-то больше, чем меня. Я понял вдруг, друзья, это ревность. Это ревность. Я ей утром все это рассказываю, насмеется, показывает. Вот, говорит, все нормально. Вся твоя, говорит, целиком, никому, ни кусочка сердца. Но вот, друзья, Яков приводит пример. Он говорит, когда ваше я и похоти окопались внутри, вы что, говорит, думаете, Бог это терпеть будет? Он Бог ревнитель. Он до ревности любит дух, живущий в вас. Нет, он гордым противится, а смиренным дает благодать. Друзья, Яков здесь приводит несколько выражений с, так скажу, с военной тематики. Слово «противиться» — это военный термин того времени, означает «готовиться к сражению», готовить армию. Он буквально пугает народ Божий и говорит, «Вы, когда смирились, что в вашей жизни плоть взяла верх, вы имейте в виду, что у Бога есть миллионы инструментов, чтобы вашу шею нагнуть». И Он это будет делать. Он любит вас до ревности, только по этой причине Он запускает свою армию для того, чтобы вас победить. Он гордым противится. Друзья, здесь миллионы примеров в Священном Писании. Или, ну, сегодня братья употребляли, но во худоносор. Я вот сейчас, когда начались специальные военные операции, началась на Украине, я как-то мир потерял, знаете, в покое спать перестал, что к чему не знаю. Обычно вот все проходили чеченский, там все мимо меня как-то легко. А вот тут что-то запереживал. Я что стал делать? Стал включать книгу пророка Даниила, ночью на тумбочку ложу и прослушаю. Раз, два, три, все, замечаю, засыпаю, все, хорошо. И вот обратил некоторое внимание, вот там описано про Новохудоносора, что этот человек еще во второй голове сказал, что вот лучше, выше Бога Даниила его нету. Он такой, знаете, вроде как смиренный, Бог его даже где-то называет своим рабом, раб мой Новохудоносор. Но приходит время, когда вот он ходит, 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 и я так растет, растет, растет. Он говорит, так это Вавилон, я построил все мое, я сильный, я могу. И еще слово в устах, ему там перефразирую, скоро, говорят, травку щипать будешь на полянке, так питаться будешь. Скоро, как волк, когти отрастут. И, знаете, проходит вот этот период, год сколько там он мучился, и вот снова приходит он в себя и говорит, все, благословил Бога Всевышнего, прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, которое царство дает кому хочет, он вдруг понимает, что он маленький человек, а высокий Бог. Это вроде человек неверующий. Я, кстати, знаете, мысль какую скажу? Вот смирение — это вот там, где нам действительно комфортно. Я как-то ехал не так давно в одном поселке, и там такая картина, по разделительной полосе идет корова. Прямо идет. Машины едут, а она посередине так шагает. И вот у меня возмущение. Корова, ну ты не для асфальта создана. Уйди ты на поляну, тебе там лучше. Ну не в Индии, мы в конце концов собьют тебя, успеют, нет, замариновать. Ну ты корова, что ты сюда вышла? Ну вы понимаете, друзья, Бог так создал, что человеку, будучи, ну Писание не, как сказать, не стесняется в выражениях, черепок из черепков земных. Помните, да, Исаия говорит? Горе тому, кто перепирается. Глина. Там всякие такие вот эпитеты. Иногда кажется, ну достоинство наше человеческое унижает. А Богу неинтересно. Он говорит, кто мы. И говорит, что человек удовлетворение тогда получит, когда займет свое место. И Новоходоносор яркий тому пример. Я был как-то в семье одной. Они читали книгу пророка Данила тоже на ночь. И вот брат сидит, он служитель брат, и говорит своим детям. Так, дети, знаете, что я понял? Похоже, в вечности мы встретим брата Новоходоносора. Старший пап тычет совсем. А я почитал вот эти несколько раз. Думаю, наверное, правда. Вы смотрите, как он изменился. Как он понял, какой он маленький, а Бог большой. А у Иова, друзья, вроде все хорошо. Вот сегодня про него много говорили, он много пережил. А вы первый вопрос помните, какой ему Бог задал? Пришел в бурю. Вот с Ильей в тихом веянии ветра. Наверное, буря что-то обозначала. Страшно стало. Пришел Бог и задает первый вопрос. Кто? Сей. Еще раз. Он до этого говорил, я с Богом хотел бы судиться. И выйду, говорит, правым, чистым. А Бог является и говорит, ты вообще кто такой? После всего пережитого говорит, кто ты такой? Я не понял, с кем судиться-то вообще. И задает ему кучу вопросов, чтобы показать разницу. Друзья, болезнь первая, что в греховности нашей в Едемском саду поразила, вот это осознание, какой великий Бог. И осознание, какой мы маленькие. Братья и сестры, помимо знания этой истины, надо ее прочувствовать. Ей даже можно гордиться, что мы знаем. Знаете, гордость, да, ее называют иногда таким гидрой многоголовой, кощеем бессмертным. Ты ее вроде отрубил вот здесь, пошел прощение попросил, и тут же возгордился, потому что ты попросил прощения. И вот знание того, что Бог велик, а ты маленький, иногда рождает чувство гордости. Ну, никто ж не знает, а я вот знаю. А вот на глубине вот эту вот разницу переживать каждый день и осознавать, Господи, ты большой, а я маленький. Я не имею права с тобой воевать и не могу, потому что точно проиграю. Иаков употребляет два слова. Друзья, я, вот брат Андрея, назвал шесть. Мне нравится, когда в проповеди есть числительные, я назову пять. Пять причин или, как сказать, пять принципов, как покориться Богу. В седьмом стихе Иаков говорит, что в духовной войне нужно встать на сторону Бога. Два слова, ещё раз, в военной терминологии. Покоритесь, это оттуда. И противостаньте. Можно было перевести, капитулируйте перед Богом и противостаньте дьяволу. Вы сейчас воюете друг с другом, вы воюете с Богом. Покоритесь Богу. Капитулируйте перед Богом, вы с Ним воюете, ваша гордость с Ним воюет, а дьяволу противостаньте. Знаете, кстати, военная терминология подразумевает, что нельзя не подчиняться. Вот понимаете, где-то на работе я могу, начальник мне не понравился, я могу передумывать, так, а приказ его вообще правильный, неправильный, и могу пойти посоветоваться, а военный не так. Вот я там с братом одним разговаривал, он про отца своего рассказывал, почему я ещё думал, то ли правда, то ли нет, а ну раз брат рассказал, наверное, всё-таки правда. И вот он, говорит, служил на флоте, и однажды ему нечем было заняться, а незанятый солдат, говорят, потенциальный преступник. Братья, кто служил, знают, там чем-то надо солдата занять. И подходит командир, говорит, даёт ему напильник, и говорит, вот цепь, которая держит якорь, её надо перепилить. И ушёл. Ну а он такой оказался, оказывается, немножко прагматичный, у него на соседнем корабле на палубе друг работал, газоэлектросварщик. Подтянули баллон, сдули цепь в море. Потом комиссия, говорит, разбирательство, планёрка, офицера разжаловали, а, говорит, папе моему вынесли благодарность. Молодец. Выполнил приказ. Никто не сказал, надо было подумать. Знаете, если, а как я буду смиряться, а он там не вообще на шею сядет, а когда тут столько беспорядок начнётся, сделай то, что Бог говорит. Бог сказал простить, надо простить и не думать. Бог сказал покаяться, надо выйти и покаяться. Сегодня об этом уже говорили. Друзья, то, что Бог сказал, надо делать. Давайте идём дальше. Второе. Восьмой стих говорит о том, что нужно приблизиться к Богу через оставление греха. Очистите руки грешники. Друзья, вот это слово «грешники», оно тоже употреблялось в Писании, только к абсолютно неверующим людям. Пришла женщина, написано Мария, грешница. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных. Павел пишет, что помилован грешник, из которых я первый. И в то же время, смотрите, Яков совмещает, что вот с этой древней традицией, обрядовое предписание, очищение рук, то есть это когда священники приступали служить Богу. А вот здесь люди совместили. Они, будучи грешниками, будучи неверующими людьми, совершали служение Богу. Яков говорит, приблизьтесь к Богу, приблизиться, но приблизьтесь так, чтобы служить Ему, перестав быть грешником. Знакомая проблема, нет, в церкви? Вот раньше, мне кажется, чуть-чуть с этим было построже. Сейчас, ну, то ли желанием привлечь. Хотя такую проблему рождает. Так брат недавно один подошёл и говорит, «Слушай, от одного берега отплыл и к другому не пристал». Вот наполовину. Я, говорит, и в мире свой, и в церкви свой. Я, говорит, и в церкви в хоре пою, и там в хоре пою. Я и с теми нормально, и здесь нормально, у меня всё хорошо. Так вот Яков говорит, хотите к Богу приблизиться, вот это надо прекратить. Если грешники, то покайтесь. А если служить Богу, то очистите руки. Друзья, нельзя эти вещи совмещать. Третье. «Целиком посвятите себя Богу». Восьмой стих, вторая часть стиха, он здесь говорит о том, что «исправьте сердца двоедушные». Я не могу пройти мимо этого текста, потому что это тема всего послания. Двоедушие или разделение. Немножко об этом мы сейчас говорили. Когда человек думает, кому себя посвятить, и у него часть сердца миру, часть сердца Богу. Может, это можно было объединить. Когда он не может Богу отдаться целиком. Вот в первой главе он говорит об этом, что человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих, такой человек от Бога ничего не получит. Опять идея разделения. Денис Викторович сегодня участвовал. Он как-то мне рассказывал одну историю. Пришли, они место лагеря искать, приехали в лес. У нас там много детских лагерей проходило. И вот, говорит, там речка бежит. Ну а место высмотрели, хорошее место, говорит, и решили с братом искупаться. А он полез первым. Залез, глубина, говорит, небольшая, ну, может, где-то по пояс. Ну, говорит, я спустился на берег и встал, говорит, на коленке, так, чтобы не заходить просто, думаю, ополоснусь. А у него есть, есть хороший наш брат, такой Александр Иванович, наверное, три меня-то в ширину, такой здоровый. А он с берега посмотрел, он там метра два, наверное, обрыв. Смотрит, стоит Денис Викторович по пояс, воды. Дальше Денис Викторович рассказывает. Я смотрю, летит с обрыва Александр Иванович. И врезается в землю. Ну, на коленях стоял, там глубина. А он потом рассказывает сам, когда всплыл, говорит, я думал, я сейчас раз вот так вот и вырулю. Он потом весь детский лагерь, еще помню, грудь мазал пеной после бритья. Так я, друзья, это к чему? Понимаете, когда с молодыми людьми разговариваешь, там всегда вот эта раздвоенность. Я не знаю, я вроде служу, но наполовину. Я говорю, тебе надо разогнаться, говорю, и прыгнуть. Вот просто в Бога прыгнуть, все оставить. Вот грех хочу, вот это вот меня мучает, вот эта жизнь, вижу, мешает, но вот эти зоны своей жизни не хочу Богу подчинять. А тогда не получится. Исправьте сердца двоедушные. Исправьте. Это часть смирения перед Богом, друзья. Девятый стих, друзья, четвертый принцип наш. Поменяйте настроение, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш добротится в плач. В таком состоянии люди умудрялись веселиться. Я исследовал, друзья, все слова. Речь идет о буквальном веселье и любящих наслаждение. Вместо сокрушения, добровольного отказа как раз от комфорта и роскоши в других переводах сделайтесь несчастными. То есть перестаньте радоваться, радоваться нечему. И последнее. Смиритесь пред Господом, и тогда Он вас вознесет. Друзья, вот она дорога наверх. Еще раз, друзья, вот знаете, у Соломона есть хороший стих, притча 15-33, «Славе предшествует смирение». Он говорит о том, что если мы в жизни чего-то хотим достичь, нам придется много очень переживать унижений. А значит, придется много смиряться. Ну никак, друзья, мы не приведем к какому-то высоте к славе, не смиряясь. А смиряться мы не научимся, если не будем переживать какие-то трудности. Но тогда только монарх спустится с престола и подымет нас наверх, дает благодать только, когда мы упадем в эту пыль. По-другому никак, друзья. В мире не принимают на работу, если ты больной. А у Бога наоборот, к нему не приходят, если ты здоровый. Вот когда больной, когда в пыли, когда жалкий, несчастный, приходишь, вот такого он подымет. Вот такого он скажет, такой мне и нужен. Братья и сестры, заметьте, есть такое слово «смирил». Вот это не то. Смирил, оно в Писании часто встречается. Пришел один царь, смирил другого. Пришел Бог. Кстати, Иоанн не смирился в очреве кита. Хоть там воды, волны пишет надо мной, водоросли там пишут, голова моя. Я так понимаю, плывет, кит заглатывает вот эту всю, рыбу тину, что там еще бывает. Все на Иоанн, три дня. Вы представляете, нет? Очистился все, вот только вроде как обсыхать, может, маленько начал. Следующий заход. Опять очистился, оплевался, понял, все, жирно, слизко, все. Следующий заход. И так трое суток. Прекрасная компания. Но не смирился. Вот присмирил, знаете, все, все сделаю, ладно, сделаю, сделаю. У меня Павлик есть. Вот видно, когда присмирил. Я говорю, учительница звонит, ничего не делает на уроках. Учится, кстати, неплохо, одна тройка. Ничего не делает, просто принципиально. Лег на парту, сказал, все, делать ничего не буду. Приходи. Приходит домой, я на волейбол, сейчас говорю, все, прикрыли на неделю лавочку, подтягиваем учебу. Открыл окно пластиковое, ушел. И думал, придет так же через пластиковое. Ну, я уже зашел, вижу окна на растопашку, Павлика нету. Все понятно. Давай беседовать. Слушай, говорю, вот пока ты здесь живешь, ты будешь делать так, как я сказал. И я знаю, ему тогда только будет хорошо. Ему кажется, что если жизнь будет по его расписанию, будет хорошо. Я говорю, нет, будет хорошо тогда, когда ты смиришься и станешь под мою власть. Мы вместе, кстати, смиряемся. И он, и я. А вчера мы с ним приехали, замерзли, там на базе работали. Я так, сынок, с тебя надо пропылесосить машину. Хорошо. Такое, знаете, такое редко бывает. Хорошо. Вытащил пылесос, трясется весь, замерз. Пылесосит, пылесосит, пылесосит. Домой заходит, жена говорит, я не знаю, что с ним стало. Павлик, убраться в ванной надо. Хорошо. Пошел, убрался. Все соки выжил. Вот за жизнь. Я его люблю, все. Но вот иногда такие, знаете, моменты благодатные. Хорошо. И мне хорошо. А вот это состояние смирения. Это не присмирел, а это состояние. Друзья, я не знаю, что в вашей жизни. Что не так? Подумайте. У вас с кем-то конфликт? Вы родителями недовольны? Брат Андрей говорил, может, внешность не такая? А все про это, друзья. И в любую область, братья, вы хотите, чтобы вас там, может быть, руководителями поставили? А они поставят некоторые. Вы готовы смирить? Куча в жизни, каждый день примеров, когда придется, придется, друзья, смиряться. И пусть вас Бог благословит, друзья. Понимать, Он большой, мы маленькие, мы глина. А вот чувство смирения, друзья, оно вот именно в этом и заключается. Пусть делает то, что хочет. Глину можно мять, черепок можно положить туда, куда надо. Пусть делает то, что хочет. Я хочу в заключение призвать вас помолиться. Пусть Господь благословит. не вступайте в войну с Богом. Будет больно. Давайте будем учиться, смиряться. Война с Богом ничем хорошим не закончится. Склоним колени и помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok